Телевидение прочно вошло в нашу жизнь. Сейчас уже невозможно представить, что когда-то информацию люди получали только из газет и журналов. И сейчас газеты и журналы играют большую роль в нашей жизни. Но многие из нас, когда приходят домой, первым делом включают телевизор, чтобы посмотреть программу новостей. В последнее время большое значение приобретает и местное региональное телевидение. Ведь именно местное телевидение несет всем жителям последние городские новости. Включив местный телеканал, можно увидеть на экране лица родных, близких, друзей, узнать все то, чем живет и дышит родной город. Присутствие съемочной группы местного телевидения стало привычным явлением при проведении практически всех значительных мероприятий в нашем городе. Будь то заседание городской думы, детский конкурс, городской праздник. В марте этого года в подмосковном пансионате на берегу Клязьминского водохранилища прошел первый фестиваль телевизионных программ о Московской области «Московия-98», в котором принимало участие на шариотовское телевидение. На конкурс были представлены работы 30 студий Подмосковья. Высокий уровень работы нашей телестудии был отмечен квалифицированной комиссией. За фильм «Большие перспективы малого бизнеса» Риутовское телевидение получило первую премию в номинации фильмов о бизнесе. В свой двухлетний юбилей наша телестудия отметила еще одно событие – открытие филиала Риутовского телевидения в городе Балашихе. 2 апреля состоялось торжественное открытие Балашихинской телестудии «Московия-Восток», на котором присутствовали представители администрации Московской области, главы городов Балашихи и Риутовы и другие почетные гости. Такое событие имеет большое значение для рядовых жителей города. Об этом сказал глава Балашихинского района Кибалик Владимир Иванович в своем первом выступлении в новой студии. Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня в городе Балашихе открывается телестудия «Московия-Восток». И у нас в гостях студия глава Балашихинского района Кибалик Владимир Иванович. Владимир Иванович, вам слово. Дорогие и уважаемые балашихинцы! Я рад тому, что сегодня у нас сделан еще один шаг. Открывается муниципальная телестудия, которая позволит вам вживую многим увидеть те события, которые проходят в Балашихинском районе. Лучше знать нашу жизнь и воочию видеть, что же делается. Я думаю, что муниципальным предприятиям, которое будет обслуживать кабельное телевидение, за буквально два года мы планируем, чтобы весь город получил дополнительно каналы. Не только канал местного телевидения, но и расширил возможность принимать телепередачи, которые транслируются на Россию. Администрация Московской области уделяет большое внимание становлению региональных студий телевидения. Это отметил в своем выступлении председатель комитета по имуществу администрации Московской области Левицкий Юрий Иванович. Юрий Иванович, как вы относитесь с сегодняшнего события? Вы знаете, уважаемые жители Балашихи и района, очень приятно, что сегодня открывается телестудия местного телевидения. Это действительно бывает не так часто, хотя в нашем области более 30 таких студий. Но вот такой уютный зал, уютная киностудия. И что приятно, что каждый из вас со временем, сначала, конечно, не все, сможет знать местные новости, знать новости Московской области не только по программе «Подмосковье». Сообщения о местных событиях, народных гуляниях, городских праздниках и ярмарках – все это слишком малые события для системы центральных каналов телевидения. Но вполне интересно для местных телестудий и жителей этих городов. Ведь они могут увидеть себя на экране. Именно это подчеркнул в своем выступлении заместитель министра внешнеэкономических связей администрации Московской области Сидых Александр Сергеевич. Событие уникальное. То, что мы видим, это как раз результат тех процессов, которые сейчас идут в обществе, в экономике Московской области. Работая в администрации внешнеэкономических связей, мы сталкиваемся с теми проблемами, которые решают непосредственно в городах и районах организации малого бизнеса, муниципальные предприятия. И сейчас, в наш век информации, на протяжении последнего периода лет рождаются новые формы участия непосредственно жителей городов и районов в тех процессах, которые идут в обществе. И создание таких телевизионных студий, которые отражают жизнь на месте, позволяют решать насущные проблемы, которыми живут непосредственно жители наших малых городов и больших городов Московской области, позволяет наладить обратную связь и успешно решать совместно с населением области те большие задачи, которые стоят перед нами. Телевидение для многих рядовых жителей является своеобразным окном в мир. Благодаря телевидению можно увидеть другие странные города, побывать на концерте, спектаклях, на выставке картин. Это отметил в своем интервью коренной житель Балашихи, член Международной Федерации художников при ЮНЕСКО, Назаренко Николай Васильевич, который подарил нашей телевизионной студии свою картину «Колокольный звон». Николай Васильевич, пожалуйста, Вы сегодня подарили студии «Московье-Восток» замечательную картину. С чем связан Ваш подарок? Ну, его нужно рассматривать, наверное, в вот таком аспекте. Сама картина называется «Колокольный звон». Общий образ русского колокольного звона, праздничного звона, который собирал всю Россию и всех россиян всегда во все времена едино. Вы коренной житель города Балашихи. Что бы Вы хотели в связи с сегодняшним событием пожелать своим землякам? Ну, пожелать всего доброго. И, во-первых, я хотел бы пожелать, чтобы вот новорожденная студия, телевизионная студия, была бы тем маленьким еще одним этапом нашего города, чтобы со временем наш город стал культурным центром Подмосковья. Благодаря стараниям администрации города и помощи студии Риутовского телевидения у жителей города Балашихи появился свой телеканал. Именно с этого светлого апрельского дня началась телевизионная летопись Балашихи. А в Риутове мы продолжаем свою ежедневную работу. В начале апреля все дома в нашем городе подключены к сети кабельного телевидения. И теперь каждый житель может смотреть наши телепрограммы. Включайте свой телевизор на телеканале Риутов в 18.00 и 19.20 и вы узнаете последние городские новости и, возможно, увидите себя на экране телевизора. Смотрите наши передачи, а мы будем делать их еще лучше, еще интереснее. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова